Российские военные начали испытывать новейшую технику, которая предназначена для работы на Крайнем Севере. Это армейские внедорожники, снегоходы, специальные тягачи. Их будет использовать арктический спецназ. Но прежде суровый тест-драйв по льду моря Лаптевых. Сотни километров пути. С места старта репортаж Александра Лякина. Это спецназ среди внедорожников. Особые машины для арктических войск. Прежде чем принять их на вооружение, в Министерстве обороны намерены испытать вездеходы на прочность. А чтобы не было сюрпризов, в виде, скажем, неожиданно хорошей погоды, решили действовать наверняка. Отправили машины туда, куда их еще никто не гонял. К самому северному населенному пункту Якутии, в поселок Тикси. Но этого мало. От устья реки Лена они пойдут еще севернее, на остров Котельный. Большая часть экспедиции пройдет по льду вдали от жилья и ремонтных баз. Ветер до 30 метров в секунду, температура минус 70 градусов, море Лаптевых. Это одна из самых суровых точек на планете. Наверное, лучше для того, чтобы испытать технику на выносливость. Здесь они уже три недели. Готовились, делали пробные заезды, ждали, когда военно-транспортная авиация доставит последние машины для участия в испытаниях. Основной груз повезет тягач «Витязь». В военном исполнении он усилен броней. А еще у него есть кран-лебедка и третий прицеп, который делает его самым тяжелым вездеходом в мире. В каждом образце техники проведены определенные доработки, которые мы проверяем в ходе этого марша. На этой машине, кстати, испытывается в том числе и третье неактивное звено. Сейчас, в данный момент, она является топливозаправщиком. Одним из вариантов с бочками. Полная масса этого автопоезда будет порядка 80 тонн. А это более легкий и быстрый вездеход для перевозки спецназа. ГАЗ-334420. Впереди кабина, сзади жилой отсек. По проходимости ему нет равных среди гусеничной техники. Наша машина, в принципе, она изготавливалась для того, чтобы перевозить для перевозки личного состава в условиях районного севера, Арктики. И делать параметр микроклимата, в первую очередь, для того, чтобы будет ли комфортно экипажу пассажиров в машине. Внутри даже жарко. Водитель приоткрывает люк и управляет вездеходом, как легковой машиной. В пробег пойдут и колесные внедорожники. На одном из них установлен экспериментальный прибор, чтобы в реальном времени сообщать толщину льда. Очень актуально, когда в колонне есть машина весом в десятки тонн. Это антенная система, которая позволяет, с помощью электромагнитного импульса, излучает его. Он доходит до первого слоя воды, отражается и возвращается в приемную антенну. На экране монитора, который установлен в самой машине, мы можем наблюдать толщину льда в реальном времени, во время движения. Гладкий, как стекло, лед моря Лаптевых. Отсюда, от поселка Тикси, вдоль побережья, колонна пойдет почти тысячу километров до острова Котельный. Никто и никогда этого раньше не делал. Полностью в автономном режиме пройти сотни километров по открытому морю, а потом тем же маршрутом вернуться обратно в Тикси. С учетом того, что самая тяжелая и медленная машина идет со скоростью 10 километров в час, а световой день в этих широтах сейчас 4 часа, снежные бураны могут длиться сутками, на всю экспедицию отвели ровно 30 дней. Через месяц якутские шаманы, которые провожали колонну в путешествии, будут ждать их на этом же месте, чтобы отпраздновать возвращение. Александр Лякин, Сергей Мухин, Денис Ларин, Первый канал Якутия.